Первое судно с российским удобрением вышло из порта Нидерландов в Африку. 20 тысяч тонн в Африку отправили из Нидерландов этих удобрений. Ну то есть все, ведь открывают все ворота для Путина, для торговли удобрением, нефтью, газом, чем угодно. То есть международное преступное сообщество хочет зарабатывать деньги на всем. Путин не передавал послание Макрону с Такаеву, заявил Песков. Кто-то заявил, что он послание Макрону, Такаев едет к Макрону следом, да, и он передал послание. Я вот уверен, что он не передавал послание. Какое бы он послание с Такаеву передать? Деньги? Скажет, Такаев, передай Макрону деньги. Песков заявил, что для начала переговоров России и Украине нужна политическая воля Киева. Понятно, что политическая воля Киева. Но политическая воля Киева как раз состоит в том, чтобы не вести сейчас переговоры. В этом политическая воля состоит. Если Киев начал переговоры, это было безволие, потому что это значит под давлением начал. А раз не начинает переговоры, значит все нормально, значит политическая воля там есть, не волнуйся, песков. И становится все сложнее достичь урегулирования украинского кризиса, заявил глава МИД Чавушу Аглу. В смысле сложнее достичь урегулирования. А до этого было его проще достичь, когда шла война, там сколько, 280 дней. Странный какой-то товарищ этот Чавушу Аглу. Ну, 10 лунных месяцев идет война, то есть такое количество времени, за которое уже родится человек полноценный. Европейские страны над этой зимой резко сократят объемы военной помощи Украине. Это прогноз китайской газеты. Ну, хорошо, что в Китае такие есть аналитики. Но посмотрим. Все же это зависит не от количества оружия, когда рассказывают европейские политики, что у них кончилось оружие на складах, потому что идет война Украины и России. А как же они планировали войну-то вести в Европе, если она вдруг случится? Чем? Палками, камнями? Как у них могло кончиться оружие? Оно не должно начинаться. То есть это такой мизер. Китай пытается увеличить свое присутствие в Европе, в том числе контролируемым критической инфраструктурой. Генсек НАТО заявил, так оно и есть. Китай пытается влезть везде. Судовладельцы РФ сталкиваются с ситуацией отказа в признании Китаем страховых документах, выданных российскими страховщиками Российской Национальной Перестраховочной Компании. Об этом заявил замглавы Минтранса и прочее, прочее. Такая дружба с Китаем. Односторонняя такая. Представляете, вот ватники. Какие идиоты. Вот как китай с нами дружит. Ну да, когда сейчас украинцы подойдут к границам, китайцы сразу же едут помогать, скажут батникам. Сейчас помогать будем. Приедут в составе там нескольких сотен дивизий. Будут с флажками стоять. Ура, ура. Потом понятно, что никуда они не уедут. Французская прокуратура начала расследование по факту приобретения дочери сенатора Дагестана Сулеймана Керимова четырех вилл на Лазорном берегу. Ну, а не до этого, раз помните, выясняли, откуда у Керимова 8 миллиардов, да, долларов, евро. Так что, вы помните, Керимов заплатил 60 миллионов евро, да, вместо того, чтобы заплатить 400 миллионов. То есть, он не платил налоги никакие, да, и его изобличили. И, представляете, вместо того, чтобы его посадить навсегда и изъять все имущество, взяли 60 миллионов. А вот, представьте, француз какой-то не заплатит 400 евро налогов. Правительство согласится взять 60? Скажет, да я 400 не хочу, я вот 60. Хереть. Рейтерс цитирует главу Международного энергетического агентства Фатиха Бироля. Он сказал, Россия навсегда потеряла Европу как своего крупнейшего энергетического клиента. Кто это сделал? То есть, коммунисты делали газопроводы, нефтепроводы, завязывали связи, получали средства громадные, да, для развития страны. Путин все, сука, уничтожил. Китайская космическая станция проведет эксперимент с высокоэнергетическим лучом энергии. Ну, понятно, что луч этот космический, что эта станция будет передавать энергию Солнца для того, чтобы она трансформировалась в электроэнергию. То есть, это попытка создать электростанцию на орбите с последующей доставкой электроэнергии напрямую. Да, хорошая попытка, посмотрим. Но вы же понимаете, что это в том числе и военное, что это оружие. Это не только доставка электроэнергии. То есть, если они шаражат солнечным лучом, то да, можно добывать из этого электроэнергию. А можно просто этим спаливать, да, выжигать все, что хочешь. Целые армии, города и прочее. Так что, китайцы впереди планеты всей. Станция Тяньгун предоставит испытательную платформу для высоковольных электрических устройств в рамках китайского проекта создания космической солнечной электростанции. Ну да, посмотрим, что они создадут прежде. Солнечную электростанцию или такое солнечное оружие, ванжеру фактически. И Китай согласился реструктурировать долг Кубы и предоставить новые торговые инвестиционные кредиты и прочее, прочее. То есть, а Путин, видите, простил 33 миллиарда Кубе, просто простил. А если не прощать, то реструктуризация нужна, да. Вот такие дела. Ну, я думаю, какая будет реструктуризация? Куба отдаст все свои борты Китаю, да, отдаст определенные территории Китаю. И все, вот и вся реструктуризация. Премьер Госсовета Китая Ли Кэ Цян провел официальные переговоры с премьером Казахстана. Евросоюз утвердил включение обхода санкций в список уголовных преступлений. Ну да, ну а как они будут это доказывать? Если это системно, ежедневно и так далее, это да. Но кто будет нести ответственность? Ну, какие-то государства принимают какие-то решения. В том числе и государства Евросоюза. Что вот, да, это санкции, но вот здесь можно дать послабление. А здесь вот еще что-то можно. Они же сами этим манипулируют, как доверстки. Поэтому это полный херня. За санкции посадят какого-нибудь стрелочника. Суд постановил Центру по контролю профилактики заболеваний США опубликовать данные, показывающие 18 миллионов травм от вакцинации. То есть те структуры, которые обращались, они доказывали, что 18 миллионов человек после вакцинации в США обратились за медицинской помощью. И поэтому эти данные нигде не были представлены, они добились судебного решения. Посмотрим, когда опубликует. Слава, ответить честно, что угрожает Эстонии. Конечно, угрожает. Путин ненавидит Эстонию, он ненавидит Прибалтику вообще. Особенно Эстонию ненавидит, Элитву, куда меньше, в меньшей степени Латвии, но тоже ненавидит. Польшу ненавидит. Поэтому, конечно, если Путин будет применять ядерное оружие и делать страшные вещи, я думаю, что он захочет и здесь что-то устроить. Для него Эстония вообще страшная вещь, потому что там огромное количество русских живут, и они живут как европейцы. И демонстрируют всем остальным русским, что делать не в нации можно. Видите, как хорошо жить даже в тех регионах, где 97% русских больше, чем в России. А порядок там идеальный. Ирдоган нападет на силу, чтобы унизить Путина. Ирдоган будет сейчас заниматься с курдами. И не чтобы унизить Путина, ему Путин нахер не нужен. Он решает свои вопросы, ему нужно задавить курдов. Вячеслав, сегодня Китай упростил пропускной режим для хабаровчан, в чем подвох. Ну, в двухсторонности подвох. В соответствии с этой стороны все упростили. Только из Хабаровска туда едет 10 хабаровчан в Китай. А из Китая 10 миллионов едет. Китай. Китай. Субтитры сделал DimaTorzok. Китай.